Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И завершая разговор о книге Исхода, мы обратимся к последней, сороковой главе. Предыдущая глава закончилась на том, что все работы, все, что было сделано для скинии, собрания, все принадлежности культа, все это принесли и предъявили Моисею, Моисей одобрил и благословил. Вот все готово. И тогда, уже в сороковой главе, Господь говорит Моисею, в первый месяц, в первый день месяца поставь скинию собрание. Вот начинается, собственно, богослужебная жизнь этой скинии собрания. Бог говорит, поставь в ней ковчег, закрой завесой, внеси стол, и все то, что было перечислено, что было изготовлено, вот все это Моисей должен расставить по местам, взять елей помазания и помазать скинию и все, что в ней, и осветить ее, и будет свято. Ну вот, таким образом, в тот момент, когда Моисей посвящает все это Богу, помазует елеем помазания, это становится святыней. Не по технологии изготовления, не по материалу, хотя в основном мы видим, что материалы взяты самые-самые-самые лучшие. Вот, не по узорам, еще каким-нибудь, по посвящению, когда Моисей помазует елеем помазания, и в этой молитве, в этом благословении Моисея все эти предметы становятся святыней. И дальше Бог говорит, облики Аарона в священной одежде его, «Помажь его и освети его, и его детей, и помазание их посвятит их в вечное священство в роды их». Вот, собственно говоря, это помазание, как знак милости, знак божьего избрания, невозможно, ну, по крайней мере, теоретически, невозможно ни об одной детали культа сказать, это придумали люди. Потом мы увидим, что множество случаев у пророков, скажем, где Бог говорит, вот там, все боги народов, идолы, это все создали художники. Ну, таки да, конечно, создали художники. Здесь тоже работа художников, но здесь все это предъявлено Богу, Бог принял, назвал святыней, и невозможно, ну, или очень трудно, считать это делами рук человеческих. Вот что, наверное, важно, в том числе и в этой сороковой главе. И вот Моисей делает все, как повелел ему Господь, и поставил скинию, и положил откровение в ковчег, разложил хлебы на жертвенники для хлебов предложения, и поставил медное море для того, чтобы омывались все входящие в скинию для служения. Тоже заметим, конечно, что это очень важный для Ветхого Завета образ омовения, священное омовение, которое делает человека, отчасти можно сказать, пригодным для того, чтобы войти на служение перед Богом. И в конце, в самом этой главе, говорится о том, что облако покрыло скинию собрания, и слава Господне наполнила скинию. Вот сияющее облако славы Божьей. И днем это облако, а ночью это огонь в скинии перед глазами всего Дома Израилева во все путешествие. И автор говорит о том, что когда облако славы Божьей поднималось, тогда люди шли за ним, продолжалось путешествие. Когда оно опускалось, стало быть, вот путешествие останавливалось и раскладывалось скинии собрания и так далее. Началась книга исхода с разговора о том, что Бог услышал народ в Египте, идет избавить его, и заканчивается она вот этим образом, где лидером, предводителем, вождем общества Израилева является уже не Моисей, а сам Господь.